Стратегия повышения финансовой грамотности населения утверждена в нашей стране в этом году. Документ, работа над которым велась три года, дает старт новому этапу реализации государственной политики в сфере финансового образования. Государственная стратегия рассчитана в первую очередь на молодежь и детей, и в будущем управлять финансами. А пока учиться работать с личными финансами, уметь их планировать и знать, какая существует система защиты прав потребителей финансовых услуг. Одним словом, становиться финансово грамотными людьми. Такая грамотность, считает Министерство финансов, такой же важный навык, как умение считать, читать или пользоваться компьютером. Но зубрить финансовые правила должно быть интересно, а не скучно. Обучать АЗАМ обращение с деньгами будут 8 тысяч педагогов, счет 12 на сегодня проходит специальную подготовку. Участники сегодняшней конференции знакомились с внедрением данных программ в школьное образование. Это важный этап начала работы, поскольку очень хотелось, чтобы мы все видели стратегию одними и теми же глазами. И содержательную часть наполнения нашей будущей работы тоже видели одинаково. Проект финансового образования начинает реализовываться с этого года во всех регионах страны вплоть до 2023-го. За это время финансовая грамотность людей позволит развивать и финансовые рынки, и формировать инвестиционные ресурсы. А на Кубани данной темой занимаются с 2008-го года. Мы сейчас работаем над стратегией развития Краснодарского края до 2030-го года. И понимаем, что главным драйвером роста экономики и повышения уровня социально-экономического развития будет человек. И от того, насколько этот человек будет грамотен во всех отношениях, в том числе и финансово, зависит благополучие, в частности, нашего края. Для такой масштабной работы, как повышение финансового образования, привлекают Банк России, Пенсионный фонд, Министерство образования, Роспотребнадзор. А уже в рамках этой всероссийской конференции в пятницу пройдет чемпионат по финансовой грамотности среди учащихся школ в Сочи. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.